До свидания, мой любимый город. Я почти попала в хроники твои. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Вот что было в официальном пресс-релизе. ЧП произошло на объекте номер 25. Небольшая авария сорвало барабан. Один из работников получил сильные ожоги. Произошел небольшой выброс химвещества. Ликвидаторы и работники утверждают, что ничего серьезного. Но в целях безопасности рекомендуется не открывать окна и двери. Как можно меньше находиться на улице. Это пишут в социальной сети ВКонтакте. Пользователь Иван Хамеев. Но еще раз скажу по официальной информации и по нашим данным. Никакой угрозы для города и для жителей города после происшествия на Сибирском химическом комбинате нет. Собственно, вот такая одна из главных новостей сегодняшнего дня. Мы всегда старались соответственно и оперативно рассказывать городу о том, что происходит. Мы 24 года практически это делали и делали бы это еще. Но не по нашей воле это последний эфир. Это последняя программа на канале ТВ-2. Многие из наших ведущих уже сказали свои прощалки, как мы это называем в прямом эфире, попрощались со своими зрителями. Ну а сегодня мы собрались все вместе, сотрудники телекомпании ТВ-2, нынешние и те, кто здесь работал в прошлом, все пришли для того, чтобы рассказать какие-то свои истории, личные истории и попрощаться с городом, сказать городу до свидания. Так называется сегодня наша программа. Я буду здесь работать в редакции новостей. Видите, как нас много, а мой коллега Андрей Мурашов работает также на первом этаже нашей телекомпании. У нас двухэтажное здание, именно телекомпании ТВ-2. Так вот, Андрей будет на первом этаже. Мы будем показывать нашу телевизионную кухню, рассказывать, как мы работали, как мы жили здесь, в этом здании, чтобы вы увидели, как мы работали все эти годы для вас. И сейчас я передаю слово моему коллеге Андрею Мурашову. Да, Мелани, эту программу мы решили сделать еще и в виде своеобразной экскурсии по нашим уже практически притихшим и местами опустевшим этажам. Вот мы входим в наш телевизионный павильон. Видите, вот это стол, за которым работали ведущие программы «Час-пик». Он уже зачехлен, приглушен свет, это наши камеры, их кабели тоже уже смотаны. Сегодня мы расскажем вам, ну постараемся во всяком случае рассказать, из чего, как делается телевидение. Мои коллеги будут вспоминать, да и я тоже, какие-то свои истории, связанные с жизнью на ТВ-2. Вы знаете, нам очень хотелось бы, чтобы этот эфир, наш прощальный эфир, не оказался грустным. Нам хотелось бы провести его по возможности с улыбкой. С улыбкой попрощаться с вами, с нашим любимым городом Томском. Собственно, с улыбок давайте и начнем. Подбирается, сука, ко мне огонь. Кули свистят над моей головой. А мы не южные, не северные, мы Томичи, мы здесь сами по себе. Гали, ты же в два приехала, Гали, ты же в два приехала. Откривайте. А я улыбаюсь, живу и стараюсь, и волосы целые. Наша съемочная группа тоже успела уйти по снегу по бою. Ну, а за счет деревянных. Ну, кому не нравится, езжайте на юг. Что-то случилось у нас с новостями. Думаю, с секунды на секунду они у нас будут. К сожалению, для ТВ-2 мы действительно большую работу после ее сделали. Блин. Начинает уши замерзать, начинает плохо думать. Самое страшное, что может произойти на этом участке дороги, произошло. У нас закончился бензин. Я вам еще раз говорю, уходите отсюда, пейте добавьте. Во рту сохнет, как это у вас не сохнет? Ну, не сохнет у меня уже за столько лет. Короче, все. Как пел Владимир Владимирович Высоцкий, если правда, здесь все, ну, хотя бы на треть. Остается одну, только лечь и мереть. Выберите меня, уводите, вам надо. Это же легко. Табличку поменяли и написали Дубровской Ольге. А вы-то что приехали? А что вы меня позвали? А я его не звала. А кто меня позвал? Почему? Что не нравится? Сон зеленой кобылы. Вот что вы говорите? Это сон зеленой кобылы. Какая страна веселая, господи. Мы убирали всяких, не пойми кого. Если ТВ-2 закроет, я просто перестану смотреть Томское телевидение. Вот вы объявили войну ТВ-2. Посмотрите, во что эта война превратилась. Вы воюете с народом. ТВ-2 это Томск. Томск это ТВ-2. По-другому быть не может. Прошлого дня мы любим всех автобусов. Подробнее расскажет Сергей Непутин. Ну, я на этом с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До встречи. До свидания. Мы жили здесь. Мы жили в этом здании. Жили в этом ньюсруме. Рабочий день у нас ненормированный. Журналистам нельзя быть. Знаете, четко по времени. С 9 утра до 6 вечера. Поэтому очень много времени мы проводили здесь. Многие здесь играли свадьбы. Даже лично я приезжала сюда. И моя свадьба была здесь. Именно в редакции. Журналисты, мои коллеги поздравляли. Тогда я помню меня. Это было очень важно, знаете, для каждого из нас. Какие-то важные семейные истории отмечать. В том числе вместе с коллегами. Потому что мы далеко не просто коллеги. И далеко это все для нас не просто работа. Когда вот так живешь почти 24 часа вместе, то, конечно, и праздники отмечаешь вместе. Очень многих моих коллег родились дети за то время, что мы работали здесь. Многие пришли сейчас сюда со своими детьми. Потому что невозможно. Дети знают, где работают их родители. И дети растут здесь, в этой редакции новостей. Ну а многие, вы знаете, ровесники, дети на ТВ-2, ровесники телекомпании ТВ-2. Моя коллега Юля Мучник сейчас здесь со своими дочерьми. И вот старшая Дина, она как раз ровесница телекомпании ТВ-2. Юля, может быть, какой-то эфир был, прямой эфир, который тебе запомнился. Очень много, конечно, было всего. Но который запомнился больше всего. Первый прямой эфир, вот он как раз и был с этой девушкой, когда она была в проекте. Я была, кажется, на седьмом, что ли, месяце. И это первый год сущения ТВ-2. Мы вообще не знали еще, что такое телевидение. И совершенно не знали, что такое прямой эфир. Не умели в нем работать. Но случился август 91-го. Пуч, кто постарше помнит. И мы думали, что на этом история ТВ-2 и закончилась. Сейчас военное положение. Сейчас все закроют, уж тем более не государственные телекомпании. В эфире тогда на государственных каналах крутилось Лебединое озеро. Никто не понимал, что происходит. Мы решили, Аркаша Майфис сказал, выходим в прямой эфир, что бы там ни было. Вот мы вышли в прямой эфир, и я хорошо помню. И рассказывали о событиях в Москве, рассказывали о Пуче. Вообще я хорошо помню, что вот я думаю, боже мой, что я делаю? Я на седьмом месяце, ведь вечером придут, арестуют и не посмотрят, что беременная. Было очень страшно, но была и какая-то лихость, и было ощущение свободы. И было ощущение, что иначе нельзя. Потом выяснилось, что история повернулась совсем не так, как нам казалось вот утром в этот день Пуче. И оказалось, что у нас все впереди. Так что вот мой первый прямой эфир был с Диной, а еще один запоминающийся эфир был вот с этой младшей девушкой, которой вот сейчас у нас исполнилось 11 лет. Это был прямой эфир интервью с Ходорковским, после того, как его вызвали в Генеральную прокуратуру. И это был его первый прямой эфир после этого вызова, и один из последних на свободе. А я уже была в декретном отпуске, меня вызвали с декретным отпуском, и я брала интервью вот это памятное у Ходорковского. Так что какие-то такие исторические переломы совпали с моими ожиданиями моих замечательных девчонок. Вот они как выросли за годы работы ТВ-2. У них все впереди, и я уверена, что и у нас все впереди. И кто все это затеял, не дождутся, и мы еще вернемся. Спасибо. Спасибо, Юля. Я от себя добавлю. Иногда, знаете, Юля на экране, она такая строгая, серьезная. Очень многие побаивались из чиновников, особенно из чиновников, представителей власти, идти к ней на эфиры, зная, какие вопросы Юля может задавать, порой неудобные и острые. Но я знаю Юлю еще и совсем с другой стороны. Юлю, которая переживает перед каждым эфиром и волнуется перед каждым эфиром, несмотря на многие годы работы и, казалось бы, уже на силу привычки. И знаю ее со стороны как человека, очень переживающего, рефлексирующего после каждого эфира, если вдруг где-то что-то в какой-то момент пошло не так. Это человек, с которого лично я всегда брала пример. Я передаю слово моему коллеге Андрею. Он на первом этаже. Андрей, вам слово. Да, мы продолжаем нашу экскурсию. И вот сейчас я хочу пригласить вас в нашу звукостудию. Вот видите, за 10 минут до прямого эфира не пишем, утверждают наши звукорежиссеры. Здесь записывается звук всех репортажей, роликов. Сюда прибегают, запыхавшись, даже позднее, чем за 10 минут до эфира. Журналисты, только что приехавшие со съемок, очень многое связано с этой комнатой, с этой звукостудией. Вот здесь сейчас всем вам знакомый Сергей Лапенков находится. Сергей, подходи, тебе тоже есть что рассказать о нашей звукостудии, о ком в первую очередь. Ну, ты знаешь, Андрей, собственно, как все ведущие разных лет канала ТВ-2, мы действительно, как Мела неверно сказала, свои прощалочки уже проговорили. А сейчас я хотел бы просто передать городу еще раз последний уже, видимо, поклон от человека, с которым и связано это место, от Марата Ахмедшина, от нашего замечательного Маратика. Я пришел в 97-м году сюда, на ТВ-2. Марат уже работал, не знаю, сколько лет. Я пришел в 94-м, и Марат уже работал, да. Вот сколько я помню Марата, он все время учил. Учил ведущих телевизионных работать со звуком, правильно вешать микрофон, понимать, что такое расстояние там, да, вот, допустим, и так далее. Затем учил уже радиоведущих, диджеев работать, он учил журналистов. Марат учил людей, мне кажется, это было его призвание, потому что он людей очень любил. Он в каждом человеке мог видеть вот тот свет, который, возможно, сам человек в себе, ну, даже не подозревал, что он есть. Мы занимались конкурсом «Дворовая песня» много лет, который теперь носит имя Марата Ахмедшина. И всякий раз, Марат, приходя с прослушивания, это было колоссальное количество людей разного дарования, мягко говоря, музыкально. Вот он приходил, говорит, Серега, там такой волшебный парень или такая волшебная девочка, давай возьмем. Я слушал, понимал, что Марат, ну, может быть, нет, ну, может быть, в другой раз, может быть, позаниматься. Но у Марата были такие глаза, что мы брали эту девочку, брали этого мальчика. И вот, конечно, вот что называется отношение людей к ТВ-2, оно складывается из отношения, наверное, к лицам канала, к журналистам, да. И вот в этом смысле кто-то относится к нам хорошо, кто-то плохо. Плюсы, минусы мы все приносим сюда, на телекомпанию. Вот Марат приносил только плюсы, потому что к нему относиться по-другому было невозможно. Очень тяжело Марат уходил. В 2012 году от нас в феврале, к сожалению, начались проблемы с его кардиостимулятором. И когда стало понятно, что нужна огромная сумма для операции, мы стали собирать эти деньги, собирать в городе, в Томске, в 30 городах, где родильщики знали очень хорошо Марата, эти деньги собирались. И мы нашли эти деньги, нашли то необходимое, что нужно было, чтобы отправить Марата в Германию. И самолет уже сел в Новосибирске. Но вот, к сожалению, в тот момент уже было поздно. Мы не смогли спасти Марата. Деньги, которые остались после того, как Марат ушел, мы передали девочке. Нашли на сайте Эхо Москвы историю, очень страшную, очень такую российскую, в эти окаянные наши дни обычную. Девочки в роддоме практически оторвали ручку маленькой девочке. И, в общем, конечно, спасти ее могли только немцы, а кто еще спасет русскую девочку, когда у нас тут вокруг такие олимпиады творятся. И мы эти деньги отдали непригодившейся Марату. И в 2013 году врачи сделали операцию, и на 85% они смогли вернуть Рите, так зовут эту кроху, возможность здоровой руки. Ну, надеемся, что с годами она совсем поправится. Вот, и все это, я так думаю, тоже благодаря тому, что Марат свое добро передал вот этой крохе, которой, я надеюсь, ну, когда вырастет, может быть, мама ей расскажет историю про Марата. Ну, и, конечно, телевидение – это немножко волшебство, немножко чудо. Вот все, что я сказал про Марата, ну, это, честно говоря, вот только маленькая вершинка пирамиды. У нас есть возможность посмотреть на Марата, послушать его слова, его песни, посмотреть в его глаза, потому что люди уходят, а вот все это остается на экране. Так устроено телевидение. Давайте смотреть. Ах, как помнятся прежние оркестры, не военные, а из мирных лет. Сейчас здесь, в нашей редакции, очень много людей, которые в том числе начинали. Работать на телекомпании ТВ-2. То есть они работают с первого дня, и получается, так получается до последнего дня. И, вы знаете, у одного нашего коллеги, моего любимого оператора, и не только у моего, у Олега Мутовкина, сегодня день рождения. И вот в этот день он, конечно, должен был сидеть дома за праздничным столом. Иди сюда. Олег Мутовкин. Насколько съемок мы с ним съездили, сколько разных материалов мы с ним сняли. Вы знаете, это не просто человек, который стоит за камерой. Это участник, соучастник процесса делания новостей всегда. Он подсказывает новичкам, помогает, если что-то нужно, вдруг и ты сбился, и он тебя всегда поддержит. И мы с ним снимали проект «Хочу в семью». Получается почти семь лет. Мы снимали каждый, ну, довольно часто детей маленьких. Вы знаете, это же довольно сложно, когда вы находитесь в таком маленьком помещении, в детском доме, и нужно все время рассказать новую историю, как-то по-новому показать ребенка. Ни одна история не осталась для Олега. Знаете, ну, такой проходной истории. Он снимал, каждый раз переживая за каждого отдельного ребенка. Олег, спасибо тебе большое за эту работу. Поздравляю! Поздравляю! Ну, есть у нас еще один человек, который тоже с первого дня работает на телекомпании ТВ-2. И до последнего наш главный редактор Виктор Мучник. У него в кабинете сейчас мой коллега Андрей Мрашов. Я им слово передаю. Ну, а сейчас мы находимся в кабинете у главного редактора телекомпании ТВ-2, Виктора Мучника. Ну, это, что называется, и кабинет, и его обладатель, мозг телекомпании ТВ-2. Но, вы знаете, Виктор Мусеевич, вот почему кошки? Откуда столько кошек? Я понимаю, что эмблема ТВ-2 кошка, которая гуляет сама по себе. Ну, каждый, кто приезжал в компанию, одно время считал долгом обязательно сделать нам подарок. Подарить какую-нибудь из кошек. Тут их много, но это не все еще. Большая часть их где-то разбрелись, потерялись. Ну, кошки же потерялись. Вот некоторых из них я могу идентифицировать. Вот эту, например, подарила Марьяна Максимовская, автор закрытой уже недели. А вот эту на десятилетие подарили коллеги из телекомпании Афонтова. Их вообще 10 штук подарили. Вот 9 разбрелись, одна осталась. А вон та, тоже на десятилетие подарена. Там огромная в углу и тяжелая. Ее драмтеатр подарил нам на десятилетие. А вообще, что касается кошек, ну, символ компании, да, изначально была идея кошка, которая гуляет сама по себе, киплинговская, независимая, свободная. Я помню, как менялся смысл этого символа в середине 90-х годов. Ну, вот киплинговская, она вот скорее вот такая, вот этот логотип, да. А в середине 90-х мы решили, ну, что канал станет мягче, домашний такой. И кошка у нас поменялась на некоторое время на логотипе. Она стала такая пушистая, перст такой. Вот. И помню, мы посмотрели на нее, посмотрели. Не, решили, не годится. Это не соответствует нашему характеру. И снова вернулись вот к этой строгой, такой независимой, которая сама по себе ходит. Ну, а для меня, для меня сейчас важно в этом символе вот что, наверное. У кошки девять жизней. Вот я как раз про это и хотел спросить, вот в последний день работы нашей телекомпании. Девять жизней, вот неужели это последняя у нашей кошки жизнь? Нет, думаю, не последняя. Думаю, а живет еще кошечка, еще... Переродится? Еще переродится, в интернете поживет, а там посмотрим. И мы пока не уходим из этого города. Не дождетесь. Мы-то в этом городе остаемся. Но, пользуясь случаем, вот разоткровенничался Виктор Моисеевич, я бы тоже хотел развеять одну легенду, которая сложилась, ну, уже много лет назад. Это легенда про огромную коллекцию существующих у меня галстуков. Вот давайте посмотрите и убедитесь, что бывает и неправда в нашей жизни тоже. Легенда о коллекции галстуков родилась в марте 95-го года. В газете «Красное знамя» нужно было сделать подборку о том, какие хобби есть у известных томичей. Вот мы с корреспондентом газеты Владом Михайловым и придумали, что я собираю галстуки. Причем в заметке даже написали, что у меня их 80 штук. Кто б мог подумать, что эта байка станет легендой. Конечно, галстуки я ношу, но исключительно по необходимости. И все они хранятся в гримерке телекомпании. Галстуков у Андрея Мурашова совсем маленькое количество. И покупает он, наверное, не реже, чем раз в полгода. И в жизни Андрея одевается совершенно просто. Джинсы, свитер, абсолютно удобную одежду для человека. Ну, за годы работы у многих журналистов, ну, байки это понятно, но у многих журналистов реально целые коллекции. Собираются разных вещей со съемок. Здесь сейчас наш коллега Юля Корнева за 19 лет работы на ТВ-2. Ну, много о чем Юля рассказывала. Много снимала разных историй. По заброшенным деревням ездила. Якутского мамонта снимала. И даже про космос историю снимала. Да, Юля, у тебя вон там железяка очень интересная лежит. Меня как раз сегодня принесла. Все спрашивают, что ты такой за хлам принесла. Вот с этими словами меня дома и встретили. На самом деле, это история про то, как я дожала тему. То есть, вот так называемые космические обломки. Ну, это неправильное название, народное. Когда у нас 13 сон падения, и там падают обтекатели, вторые ступени и так далее. Значит, нас никак не хотели брать на эти съемки. Ну, и так, и сяк, то нельзя, то, значит, время не совпадает, то невозможно доехать. Значит, в результате мы сделали что? Мы поехали в ближайшую деревню к зоне падения обломков, потому что где зона, там деревень нет. Ну, естественно, я поговорила с народом. Народ мне рассказал о том, что охотники подходят к обломкам, на следующий день умирают там. Значит, от облучения, значит, что-то... В общем, самые такие ужасные истории, такие совершенно антинаучные. При этом мы снимали эту деревню, это Кёнга была в Бахчарском районе. Значит, сняли дом, на котором какая-то такая железяка, вот примерно такая, торчала вместо антенны, видимо. А была история, что рядом деревню расселили, потому что на нее упал там космический обломок. Она деревня была уже умирающая. Рейс был вот этот космический, коммерческий. И поэтому за счет этих денег смогли расселить. И, в общем, Бурков Виктор Александрович, который все не брал меня на эти запуски, он, когда увидел мой репортаж, с ужасом, значит, звонит мне вечером, говорит, я приду завтра в эфир, я все расскажу. Никакой там радиации, никакого там гептила, никто там не умирал. Я все выяснила, он умер от того, что он, значит, там, пил самогонку этот человек, а не потому, что он подошел к этому обломку. И где вы вообще сняли, значит, избу, где торчал реальный космический обломок? Я говорю, вы знаете, мы думали, что это что-то такое похожее, но не думали, что это реально он. То есть, а там человек просто использовал. И вот есть видео сейчас. А, уже показывали? Значит, там как раз это я добилась, значит, мы полетели, ну, взяли меня, это в Колпашевский район, где обтекатели. Значит, а, естественно, когда часть этих обтекателей уже в вертолет, значит, погрузили, потому что надо утилизировать. Я, значит, смотрела на этот космический обломок, все-таки в космосе побывал с возжделением. И мне, значит, мужик говорит, там, оторвать? Я говорю, да. Я-то думала, это что такое-то, ну, крепкое. И он верхонкой просто оторвал. Вот у меня дома не просто где-то там в ящике, а на полочке, на самом видном месте лежит вот настоящий обломок. Ну, у нас есть сюжет. Мы сейчас посмотрим. Будет, да? Это было? Да. А, видео было? Видео было. Нет, сюжета нет. Понятно. То есть вот он кусок, да, хоть я даже не знала, никогда не видела. Вот тоже, в общем, можете потрогать, кто не трогал, приобщиться к космосу. Ну, а пока Андрею Мурашову передаю слово. Мы сейчас вновь в нашем телевизионном павильоне. Ну, вот в той его части, откуда выходила в эфир много лет программа «Успеваем», наш утренний телеканал. Доброе утро. В эфире телеканала «Успеваем» Андрей Мурашов. Ну, и, естественно, всеми любимая Наталья Пилых. Наташ, ну, вот ты в этот вечер бодра и весела, хотя я могу предположить. Подожди, про бодрость и веселость я тебе сразу хочу сказать. Сил тебе это сейчас стоит, но слезы пролиты, телеканал «Успеваем» со зрителями уже простился. Прежде чем продолжить разговор, давай на чуть-чуть вспомним, как это было. Покажите нам. Ничего еще не собрал, я чемодан взял. Хороший взял. Один, у меня их два. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Это телеканал «Успеваем». Целых 19 лет наш позывной был такой «Доброе утро». И мы в нашей квартире готовы были встретить вас. Каждый из жителей этой квартиры сегодня будет иметь возможность собрать свой чемодан воспоминаний. Первые в чемодан воспоминаний пакуют улитку. 19 лет она была бессменным, символом телеканала «Успеваем». Потому что мы не торопимся, мы успеваем. Это, между прочим, не хухры-мухры. Это, между прочим, свадебная шляпка моей тети Ларисы. Экс-ведущая «Успеваем» Арина Володченко первой в свой чемодан упаковала шляпку. Для нее это не просто театральный реквизит. Это теплые воспоминания о самом народном ее проекте, который в одночасье прославил сотни томичей. Съемочная группа «Успеваем» останавливала прохожих и предлагала им настоящую театральную роль. Да, чихают и мужики, и полицмейстеры, и тайные советники даже иногда чихают. Вчера в Аркадии, если вы припомните, я чихнул. Извините. Да какие пустяки, бог знает что. Говорить не хочет. Сердится, значит. Перечислить все проекты невозможно. Подсчитать количество сюжетов нереально. Точно можно сказать лишь одно. Все они были о людях и для людей. Грустные, веселые, поучительные, познавательные истории. Успевайки, как их ласково называют коллеги из редакции «Новостей часа пик», изо дня в день дарили томичам только позитив. Даже в свой прощальный эфир, когда с каждой минутой все четче понимаешь, что «Успеваем» это уже история, они не переставали смеяться и веселить зрителя по ту сторону экрана. Если уж говорить про то, что взять с собой, я вот, наверное, взял бы вот этот предмет в том числе. Что это такое? Это молоток. Вот скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь гвозди забивала в своей жизни? Маленькая когда была. Маленькая когда была. Знаете, как это было? Мне папа вот так вбивал чуть-чуть и потом говорил «Добивай!» Очень много сообщений для Сергея Лапенкова от Светланы, Людмилы и девушек других. Сережа, не гоните прочь, кому вас видеть лишь от рада. Я не питаю дерзостных надежд, я ничего не требую. Я рада. Сегодня, 6 февраля, в пятницу, в Томске ожидается облачная погода без осадков. Кроме наших слез. Ветер какой-то там восточный. Я тебе хочу сказать следующее. Ты у меня не первая, Мариночка. Сейчас я тебе скажу. В смысле? Не надо только психовать. В смысле я у тебя не первая? Я тебя прошу. Давай, я тебе сейчас признаюсь честно, что началось у меня все с Наташей Пилых. Мы... С Наташкой? Это была первая девушка, с которой я... О, ладно! Я сел в эфир, и мы с ней по-честному отработали. В это утро в редакции «Успеваем» не смолкал телефон. Зрители звонили поддержать любимых ведущих, любимую программу. Звонили с города, районов, области. Звонили из Москвы и Петербурга. Последний эфир «Успеваем» онлайн смотрели даже в Лондоне. Ведущие держались, но настоящие эмоции скрывать невозможно. Я вас очень люблю, ребята. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Только обнявшись, они набрались смелости, чтобы сказать зрителю не до свидания, а прощай. Ворот, спасибо! Томск, мы тебя любим! Вот я, кстати, тоже когда это в эфире видел, плакал на заре телеканала «Успеваем» и я был ведущим этой программы. И вот в связи с этим вопрос, который не даёт мне покоя. Вот ты уже много лет так рано встаёшь по утрам. Как тебе удаётся всё это, Наташа? Андрей, вы задали самый популярный вопрос, который создают все телезрители, телеканалы. Я не оригинальный, да. Которые встречают меня в аптеке, на улице, в трамвай. Они всё время говорят, как вы просыпаетесь, открою вам секрет, друзья. Мы не ложимся. Кошмар какой! А все эти сказки, что когда эфир заканчивается, ведущие бегом, кто быстрее занимает эти диваны. Это всё неправда? Это правда. Много лет мы пытались с Алексеем Колосовым начать программу, которая называлась бы «Здоровый сон в прямом эфире». Так и не дали нам этот проект открыть. У меня оригинальный, если вдруг всё-таки случится, есть другое оригинальное название. Вместо телеканала «Успехаем», телеканал «Нам некуда больше спешить». Да, тоже неплохо. Наташа, а что дальше? Ты уже знаешь? Я не знаю. Вот, для тебя лично. Я знаю, что на этом моя история как журналиста закончена, как ведущий тоже. А что дальше, я не знаю. Я хочу дать себе время, какой-то небольшой люфт для того, чтобы это пережить, для того, чтобы это переварить и понять, куда двигаться дальше. Потому что то, что было здесь, то, что мы пережили, мы и прыгали с парашютом, мы разводили в этой студии костёр, мы готовили бесконечно еду. А уж какие зоопарки у вас здесь перебывали? Какие зоопарки у нас были? Здесь на твоём месте сидела медведица когда-то. С ней пришли два пьяных дрессировщика. Я прошу прощения. И ещё с ним была маленькая обезьяна с бельмастым глазом, которую звали Миша. И вот из этой всей компании я поняла, что только Миша был настоящим человеком. То есть периодически, когда медведица делала так, когда я в обморок начинала падать, и думала, эти люди меня не спасут, обезьяна делала один единственный жест. И я понимала, что она понимает всю глубинную суть нашей жизни. Она делала вот так. Всё. Ничего не нужно было говорить. Я ей была благодарна. Ей много лет помню. Так. Держи себя в руках, чувствую, сейчас разрыдаешься. Действительно, всё в этот вечер для нас в последний раз. И эти воспоминания тоже. Я знаю, что уже готовы своими воспоминаниями, чувствами и переживаниями поделиться со зрителями моей коллеги, которая находится на втором этаже в нашем ньюсруме. Мэла. Да, Андрей, спасибо. Место встречи изменить нельзя. Знаете, мне казалось, что так будет всегда. Когда я пришла на ТВ-2, это был 2000 год, меня встретила тогдашний продюсер новостей Виктория Мучник. И мы недолго с ней вместе работали. Она в качестве моего начальника, я журналиста и ведущей. Но я помню, знаете, один момент. Вика, она такая довольно эмоциональная и строгая была. И однажды она отправила меня на съёмку. Я говорю, а время 5 часов вечера. Я говорю, Вика, ну как? Я же ничего не успею. Потому что я веду в 9 вечера новости, а ты меня отправляешь уже на вторую съёмку. Причём мне нужно поехать в разные места. Тогда это был сюжет про то, как чёрный пиар используют разные люди. Там столбы обвешивают. И мы с Олегом Мутовкиным, который сейчас держит камеру, поехали. Поехали на эту съёмку. В 7 вечера вернулись, успели сделать сюжет и даже записали стендап. Я была страшно зла тогда на Вику. И говорю, ну вот, ты меня отправила. Я сейчас ничего не успеваю. В итоге всё успели. И она так в конце, после эфира, когда уже всё закончилось, она говорит, ну я знала, что у тебя всё получится. И я знала, что всё будет хорошо. Ну вот успела же, сделала же. Вика, но сейчас есть вот это ощущение, что мы не всё успели. Вместо встречи не все побывали в программе, куда приходили очень многие люди, с которыми вы встречались, разговаривали. Есть это ощущение? И как оно вот с этим ощущением сейчас? Ну, конечно, мы не всё успели. Наша программа самая молодая. Мы всего год просуществовали в эфире. Было много всяких и планов, и идей. И, в общем, много у нас было друзей и знакомств. Но мне бы вот про другое хотелось сказать ощущение, которое меня на самом деле больше тревожит. Ощущение, которое вот сегодня есть в городе. Мне так кажется, что поменялась как-то атмосфера. Вот буквально за какие-то три года что-то в городе случилось. Вот пропала вот эта свобода. Мы всегда говорили «умный, свободный город». И вот сейчас я всё чаще столклюсь с тем, что у людей появился какой-то страх. Люди боятся высказать своё мнение. Я думаю, что столкнулись с этим прежде всего как корреспонденты ЧАСПИК, когда трудно взять интервью, когда невозможно добиться информации. И вот представить, что три года назад вообще было бы возможно закрыть телекомпанию, ну, я даже вот, ну, это в мыслях себе, даже помыслить такого нельзя было. Потому что, ну, общественное мнение тогда чего-то стоило. И вот на сегодняшний день это обидно, вот как и все наши телезрители говорили в «Будской гласности», на мнение народа, фактически, ну, власти относятся к ним наплевательски. И это страшно обидно, что это в нашем умном, свободном городе, который мы все так любим, и который, вот, клип у нас «Прощай, любимый город». Мне вот страшно больно вот это осознавать. Но я думаю, что вот как сказала Юля, да, что прорвёмся, продержимся, и что власти меняются, а мы, я думаю, что остаёмся. Люди и город остаются. Люди и город остаются. И мне бы хотелось тоже обратиться к томичам, что, помните, да, действительно, вот, времена изменятся, нужно остаться самими собой. Вот, вот, не бояться чего-то сказать. Каждый должен оставаться самим собой. Как буквально все мы в своей профессии до последней этой минуты оставались самими собой. Ну и сейчас на телекомпании «ТВ-2» стал самым популярным, по-моему, жанр прощального клипа. Мы тоже не стали исключением, и тоже попытались какие-то радостные, смешные моменты вспомнить о нём, которые для нас были важны. Давайте посмотрим все вместе. Шаляй-валяй До свидания, милый друг Шаляй-валяй Ты уходишь как-то вдруг Шаляй-валяй Ты уходишь, не простившись Ты уходишь невзначай До свидания, милый друг Шаляй-валяй Шаляй-валяй Я думал, нас запасит Ещё как минимум лет пять Я был просто уверен, что у нас хватит время попить пиво и поболтать, но... Но вот я вижу твою спину С рапоредом не скучай Стой, задержись хотя бы на ней Шаляй-валяй С рапоредом не скучай Но сейчас я ещё хочу с одной своей коллегой поговорить, продюсер новостей, час-пик Ольга Дубровская. Когда она пришла с журналистом, на неё выпала нелёгкая доля, на её хрупкие плечи. Она занималась такой темой, как коммуналка. Ну, так получилось как-то. Да, дали Ольге эту тему, но вы знаете, она на ней собаку съела, я вам хочу сказать. И вот сейчас, когда приходили уже потом молодые журналисты, они не дадут соврать и скажут, что если... Что если вдруг какая-то тема, связанная с жилищно-коммунальным хозяйством, то и нужны какие-то подробности, то Ольга знает всё. Всех респондентов, их телефоны и знает все подробности и нюансы того, что... Давай я расскажу, с чего всё началось. Вот, я сразу покажу, вот такая кипа, это... Вот это 9 лет моей работы на телекомпании ТВ-2. Это 9 ежедневников. 8, на самом деле, это декрет внёс некоторую сумятицу. 8. И вот этот, он первый. И на нём, посмотрите, что написано. Российские коммунальные системы. Вот если он мне достался, ну чем я ещё могла заниматься? И вот прикажущиеся... Я думаю, сейчас знающие люди, они просто вздрогнули при слове «российские коммунальные системы». При, кажущейся, такой простоте и дешевизне, ну, как бы картон, тут как-то всё так чёрно-белое. На самом деле, российские коммунальные системы вложили в это много денег. Это, наверное, должно было показать, что и в Томскую коммуналку они тоже будут вкладывать, вкладывать и вкладывать. Как-то не получилось, по-моему. Ни с ежедневником, ни с коммуналкой. Нет, у меня с ежедневником сложилось. На самом деле, вот я честно скажу, вот из этого состоит настоящий журналист. Вот из этого всего. Здесь десятки, это пустые страницы, это отпуск. Значит, десятки каких-то телефонов. И здесь, вот я не знаю, кто это, господи, вот Отуин, вот Пристовы, Тютрин-старший, Олег Геннадьевич, вот Онскульд Дмитрий Александрович. В общем, это какие-то люди, которым мы постоянно звонили, мы их спрашивали. Я так понимаю, если, пойдем, бери, значит, бери, пойдем в архив, и, да, очень, очень часто, знаете, как бывает, что если ты хочешь найти какой-то сюжет в архиве, ты сначала заглядываешь в ежедневник, смотришь и там находишь все телефоны. Да, но у нас есть еще такая прекрасная... Я хочу вот что сказать. Значит, сейчас, вот пока у нас рядом с нами нет молодежи, и они меня видят только по телевизору, сейчас коммуналка считается такой, ну, знаете, такой скучноватой темой. Никто не хочет браться за вот это все. А на самом деле, вот тогда, в середине нулевых, это была, вот самая горячая точка, это была просто, вот, линия фронта проходила по каким-то ржавым трубам, драным крышам, то есть люди воевали сосед на соседа, управляющая компания на управляющую компанию. И вот это все, это пополнило наш архив таким количеством классных совершенно сюжетов, потому что ОДН, все помнят слово ОДН, жилищный кодекс, все это помнят, как это все появлялось. Одна двенадцатая желтая жировки. Сейчас просто я вот представляю, как часть аудитории вздрагивает при этих словах, потому что, а знаете, еще что? Самое смешное было, это то, что утром ты разбираешься с людьми в их жировках, а вечером, когда доделываешь сюжет, к тебе подходит Андрей Усов или Лена Изофатова, я уж не помню, ты ко мне подходила или нет. В общем, они подходят и говорят, Ольга, посмотри, что тут насчитали мне, я ничего не могу понять. Вот, и приходилось, в общем, с утра с респондентами, а вечером с корреспондентами разбираться в коммунальных проблемах. Ну, про архив. Специалист в жилищно-коммунальном хозяйстве, я подходила на самом деле тоже, потому что ничего не понимаю до сих пор в жировках. Если есть какой-то вопрос, проще Ольге его задать, чем пытаться дозвониться до наших коммунальных служб. А еще Ольга у нас очень многое знает, где и что у нас находится в архиве, хотя архив ТВ-2 очень богатый. Ну, здесь вот, посмотрите, я даже не открою, хрупкие, между прочим, девушки у нас работают в архиве, Настя, Наташа, Ксения, которая потом ушла в декрет, которые знают. Я не представляю, как они во всем этом ориентируются. Я сейчас, простите, девочки, открою все ваши шкафы, и они разбираются во всем этом, находят самые разные сюжеты, которые, казалось бы, сняты давным-давно и знают, где какой сюжет. И всегда могут найти нужное тебе видео, даже если ты не помнишь, когда это было. Например, наша программа, наверное, за месяц, наверное, вот такая кипа. И вот еще, Мэл, вот это еще. Все это хранится, да, да. Я не знаю, как они в этом ориентируются, но они в этом ориентируются, находят, да, находят нужный сюжет. Где-то в архивах есть и, скажем, сюжет мой, он сейчас так интересно смотрится. Когда-то, очень давно, в 2002 году, я работала журналистом и ведущей программы «Час пик». И на 1 апреля мы решили, мы всегда придумывали на 1 апреля какие-то смешные сюжеты, и мы решили тогда поменяться с тогдашним мэром Александром Макаровым местами. То есть я поработала немножко в его кабинете, он на это согласился, невозможно это представить сегодня, знаете. Но тогда с властью можно было договариваться, у них было чувство юмора, они могли шутить и открыто разговаривать с журналистами и даже подыгрывать им. А потом вечером, после того, как мы разыграли заместителя мэра в его кабинете, я там немножко поработала, Александр Макаров, мэр города Томска, согласился провести небольшой кусочек прямого эфира на ТВ-2. Вот давайте посмотрим, как это было. Мы попросили мэра Томска, Александра Макарова, подыграть нам и уступить свой кабинет на несколько часов. Разыгрывать мы собирались заместителей мэра. Александр Сергеевич согласился, к тому же у него все равно были назначены встречи в Белом доме. Он вызвал к себе на 2 часа дня трех своих замов, Рутмана, Вакса и Мельникова. Так, все, Мелани, я передаю тебе полномочия. Вот кресло. Много не кури, кстати, здесь. Сигареты. Телефон я забираю, поскольку будешь пользоваться этим. После обеда, когда будешь принимать заместителей, обрати внимание, когда Рутмана будешь принимать, обрати внимание на состав завтрашней комиссии. Кто из проектировщиков там будет. Мельников тебе сам все объясню. Ну, короче говоря, разбирайся с собой. До свидания. Мэр ушел, и мы остались ждать его заместителей. Газеты, записные книжки, пресс-релизы, факсы. Что-нибудь интересное есть вообще? Ровно в 2 часа появились и заместители. Секретаря мэра Людмилу Васильевну мы также попросили нам подыграть. Вот Михаил Григорьевич Рутман, и вас уже приемные. А как, они по одному будут заходить? Итак, шоу началось. Сначала зашел первый заместитель Михаил Рутман. Здравствуйте. А где Александр Сергеевич? Здравствуйте. Мы сегодня вместо него присаживайтесь. А где? Молодцы, ребят. Вам Александр Сергеевич сказал, что готовите. Нет, ничего не говорил. Ничего ему говорил, да? Ну, в любом случае он вас разыграл. Здравствуйте. Здравствуйте. А где Александр Сергеевич? Здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня вместо него. Проходите. Ой, очень приятно. Очень приятно. Предупреждать надо. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Продолжаем нашу программу. Политикам, наверное, тоже хочется не только повести программу, но и задать какие-то вопросы корреспондентам, так как они обычно, вот журналисты, задают нам с вами. Сегодня часто власти обвиняют в том, что она ущемляет свободу слова. И вообще-то, наверное, любимая журналистская тема. Вот кричат, каждый кричит, что его в чем-то ущемляют. Вас вот лично в чем-то ущемляли. Что касается ущемления как журналистов, я считаю, что не ущемляли, но ограничивали в чем-то. По крайней мере, есть, скажем, некоторые ограничения, но здесь они больше, наверное, какие-то этические, моральные. В том числе каждый из нас, он себя ограничивает, когда мы выдаем какой-то материал, потому что мы должны быть в первую очередь объективными, и не важно, то есть, что мы думаем на этот счет. Поэтому вот такого ущемления здесь, в Томске, по крайней мере, я еще пока не чувствовала. Может быть, слава богу. Мы продолжаем экскурсию по ТВ-2. Сейчас такая минутка тщеславия. Наград у нашей телекомпании много, и это только небольшая часть дипломов на одной из стен. За каждый из этих наград, конечно же, труд журналистов, всего нашего коллектива. И, естественно, директора телекомпании ТВ-2. Вот здесь Светлана Середа, и не одна сегодня, а с внуком. Светлана Александровна, ну вот в этот последний вечер работы телекомпании ТВ-2 о чем думается? На самом деле о очень многом думается. Когда я 20 лет назад пришла в телекомпанию, я пришла с очень маленьким ребеночком. А сейчас уже внучок совершенно маленький и очень-очень хороший. А думается эмоции. Эмоции двух видов. Горечь за то, что рушат такую телекомпанию профессиональную. И благодарность нашей аудитории, которая нас все это время поддерживала, любила, доверяла. Да поддерживает и любит. Ну, я очень сильно рассчитываю на то, что это все-таки временные наши трудности. Поэтому Алексей уже устал. Поэтому спасибо им за это. Спасибо и вам. Пусть Алексей отдыхает. Мы продолжим наше путешествие. И сейчас я хочу пригласить вас вот в этот отдел. На телевидении работает очень много людей. В существовании некоторых наверняка не все зрители даже догадываются. А между тем, вот без этого отдела ТВ-2 не было бы тем ТВ-2, каким стало. Девчонки, ребята, спасибо в вашем лице огромное всему промоотделу, всем графикам, которые создают, что называется, одежду нашего телеканала. Титры, заставки, перебивки придумывают многое. Многие акции, многие промо-акции. Ну, кто говорить будет? Ну, я, наверное, начну. Оксана Туганова. Да, мы называемся отделом развития. В телекомпании нас все знают как промоотдел. И по большому счету все, что мы делаем для развития и продвижения телекомпании, мы делаем для наших зрителей. Мы всех вас просто знаем как очень классных профессионалов. Спасибо. И вот все-таки все, что делается для продвижения телекомпании, делается по большому счету для зрителей. Потому что когда Новый год, мы стараемся, чтобы телеканал выглядел по-новогоднему. Были там, не знаю, снежинки, елочки, счастливые ведущие. 8 марта, 23 февраля никогда не остается незамеченным. Поэтому мы любим наших зрителей. И очень жалко, что мы на какой-то период с ними расстаемся. Очень быстро передаю слово. Данила. Данила Дорошков. Хотелось бы рассказать про вот эти логотипы, которые стали частью имиджа нашего телеканала. На самом деле их много. И они все разные. Они все разные в степени целостности. Когда-то, когда мы с Олей Кирсановой ездили по всему городу, мы ездили за город, мы снимали в лесах, в полях эти логотипы. Все ничего в них. Это вот те красивые, многими любимые ролики, которые катаются на нашем телеканале. Проблема с этим логотипом была одна. Он падал. Тогда нам сделали замечательный, красивый, не падающий логотип. Но весил он килограммов под 20. Ну вот такой логотип в последнее время вы видите на своих экранах. Это то, что стоит, но не улетает на шариках, и с чем дети в катрики играют. На шариках улетает гораздо оттуда. Ну и, в общем, именно такие логотипы и запомнятся нашим зрителям. Так, кто? Лариса Ловникович. Я хочу сказать, что про логотип речь зашла. Обыкновенное чудо все знают, и оно выглядит сейчас вот так. А вообще... Эмблема обыкновенного чудо. Да, эмблема обыкновенного чудо. А вообще оно могло выглядеть совершенно по-другому. Очень думали, как передать вот это самое главное, что жизнь маленького человека зависит от нас, взрослых. И очень важно сохранить этот отгонек. И когда пришел в голову нам этот символ, маленькая ручка охраняется большой, мы придумали саму концепцию. Если можно, покажите ролик. В этом ролике объясняется, собственно, задача телекомпании. Мы находили людей, которым нужна была помощь, и тех людей, кто готов был помочь. Мы рассказывали эти истории. И наши зрители, все томичи совершали обыкновенное, но при этом огромное-огромное чудо. Это замечательно. Неважно, будет телекомпания или нет, а в том виде, который у нас существует, чудо останется. Еще об одной замечательной акции я хотела бы рассказать, которая тоже останется с нами навсегда. Вы тоже, думаю, все знаете историю. Бессмертный полк. Это когда все люди выходят на улицу, на параде и несут портреты своих предков. Так получилось, что на первом параде мой ребенок был сфотографирован с портретом своего прадеда. Он был безмерно счастлив, так же, как и все остальные люди, идущие в этом параде, в том, что он может пройти с гордостью. А когда ребята, оргкомитет потом распространял информацию, меня попросили фотографию. Говорят, есть какая-нибудь фотография? Я ее дала. И вот спустя год Аленка Ласточкина из Москвы звонит и говорит, это потрясающе. Я вышла на улицы города, Москвы, и весь город увешан плакатами с нашим-то мечом, который отстворяет... С фотографией твоего сына. Да, с фотографией моего сына. То есть акция шагнула далеко за пределы города. Мне очень приятно, что мой ребенок тоже к этому имеет какое-то отношение. Варвара Сорокина. Варвара, тебе-то есть чего сказать? Я просто хотела бы сказать, наверное, нашим зрителям огромное вам спасибо. Спасибо за то, что вы участвовали в наших промо-роликах. Независимо от того, какие глупости мы бы не заставляли вас там делать. Без вас наши ролики просто бы не получились. Без вашей поддержки мы бы просто не работали. Знали бы наши зрители, какие глупости вот этот промо-отдел нас, журналистов и ведущих, иногда заставляет делать. Вам это не повредит. Нам это не повредит. Больше того, как бы мы ни ворчали, мы все равно с удовольствием во всем этом участвовали. Ребята, спасибо вам еще раз огромное. Без вас ТВ-2 точно бы не было той телекомпании, которая она стала в результате. Я передаю слово Мэла Небачиной. Мэла. Да, Андрей. Вы знаете, вот сейчас, получается, сегодня 8 февраля. И обычно февраль – это тот месяц, когда начинались наши планерки, на которых мы обсуждали, что у нас будет на благотворительном марафоне обыкновенное чудо. Потому что каждый год весной, в мае, либо в начале лета у нас в городе проходили большие благотворительные марафоны, на которых мы собирали деньги для ребятишек, которым помощь нужна. Вообще за эти последние годы, уже получается 8 лет, сколько существует обыкновенное чудо, мы смогли, точнее вы, смогли помочь сотням детей. Мы, телекомпания, всего лишь были мостиком, мы всего лишь были посредниками. Между теми, кто нуждался в помощи, и те, кто мог помочь. Оказалось, что эту дистанцию, которая раньше казалась очень большой, и порой непреодолимой между людьми, нуждающихся в помощи, и готовыми помочь, оказалось, эту дистанцию можно очень сильно сократить. И многие годы вы, наши зрители, помогали в этом, ну, поверьте, очень важном деле. И сейчас здесь, потом, по следам, как вы знаете, этой акции, благотворительное обыкновенное чудо появился, фонд «Обыкновенное чудо», он работает. И я очень надеюсь, будет работать и дальше, не будет нашего благотворительного марафона в этом году, к которому мы все уже тоже привыкли. Лиза Барабина, журналист программы «Час Пик», она теперь работает в фонде «Обыкновенное чудо». Лиза, ну, несколько слов о том, как это все было и как будет теперь. Ну, не хочется вообще говорить, конечно, слово «было», потому что только «будет», еще раз «будет», потому что фонд, конечно, это детище телекомпании «ТВ-2», которое должно, и я уверена, что будет дальше жить. И сейчас есть 9 проектов, которые просто так не могут исчезнуть. Это уже все завязалось, закрутилось, уже целый дом, уже... Ну, это такой эпицентр вот сообщества, родителей, матерей, бабушек, дедушек, детей, специалистов, ну, всех. Всех. Вот. Ну, от себя, конечно, я единственное могу сказать, что для меня, конечно, «Обыкновенное чудо» — это такая личная история. И я начала... Сначала у нас вот Юля Минина снимала сюжеты, ну, после того, как Галя Воронина уехала, потом Саша. Они ушли в декрет, я вышла, начала я снимать. Сначала было очень тяжело, но потом вот со мной рядом сидят мамы, да, особенных детей. От них просто подпитываешься, ну, невероятной силой. Они настолько сильные женщины, что с ними всегда приятно и просто в фонде проводить время, просто общаться, просто подпитываться от них вот этой жизненной энергией. Фонд «Обыкновенное чудо», он ведь теперь, он существует самостоятельно, независимо от телекомпании ТВ-2. И фонд «Обыкновенное чудо», он ведь объединил очень многих родителей, много там у вас сейчас проектов, и дальше они будут жить и существовать теперь уже своей отдельной жизнью. Конечно, да. В первую очередь благодарность ТВ-2 за чудо, которое вы подарили нашим детям. И мы создали, вы подпитали нас надеждой, и мы поверили в свои силы, что мы сильны, что мы можем помочь своим детям, и что мы можем отстаивать их права. И мы создали такую организацию, как проект «При обыкновенном чуде» «Союз родителей». Скажу такую небольшую историю, когда, ну, организация была создана, была пресс-конференция в РИА Новостях, и сюжет об этом показывала телекомпания ТВ-2. И там, на том сюжете, как бы, ну, спрашивали, чем вы будете заниматься. Мы говорили, что будем обращаться к власти с письмами, с просьбами, там, помогать нашим детям, отстаивать их права будем, как родители. И там же я сказала, что если не будут помогать письма, мы пойдем на пикеты. На следующий день после этого сюжета мне позвонили из Белого дома и пригласили на встречу. После этого у нас завязался конструктивный диалог, сдвинулась с мертвой точки вопрос реабилитационного центра. Ну, так как сейчас вот сложная ситуация в стране, пока это немножко затормозилось. Но в любом случае, благодаря ТВ-2 нас услышали и с нами пошли на контакт. Да, конечно, огромная благодарность телекомпании ТВ-2, потому что телекомпания освещала вопросы детей инвалидов, семей с детьми инвалидами. То есть, если раньше никто не знал, как мы живем, то теперь, в принципе, многие даже и узнают, бывает иногда на улицах, потому что это все очень хорошо освещается. И тот же проект «Открытый мир» тоже благодаря ТВ-2 только смог состояться, потому что различные экскурсии, походы в театры, кино, все это благодаря телекомпании иногда было только возможно. То есть, эти организации шли на контакт после звонка ТВ-2, например. Спасибо. Спасибо вам. Удачи. Я думаю, что фонд будет существовать, несмотря ни на что. Несмотря на то, что телекомпании ТВ-2 эфирного вещания у компании не будет. Я думаю, конечно, будет сложнее, потому что очень часто истории детей рассказывали мы в прямом эфире. И, конечно, телевидение – это такой мощный ресурс, который помогает быстрее в случае такой необходимости собирать нужную сумму для того или иного ребенка. Лично от себя добавлю, как от ведущей этих благотворительных марафонов, эту историю мне жаль больше всего, наверное. Но сейчас я хочу сказать еще вот что. Наш коллега Максим Воронин, Макс, мы с тобой, который в том числе начинал этот благотворительный марафон, эту благотворительную акцию «Обыкновенное чудо», его жена Галя Воронина была первым президентом фонда «Обыкновенное чудо». Я помню ее девчонкой, знаете, она пришла, и на нее просто свалилась вся эта история. Я тогда спросила, я была продюсером, спросила у журналистов, ну кто, кто займется, кто будет снимать сюжеты о детях? И такая тишина, но это довольно сложная история. И Галя сказала «Я буду». И она снимала эти истории, а потом стала заниматься всем этим благотворительным, большим, таким важным делом. И сейчас Максим Воронин, наш коллега, он в Германии, так получилось, что Максиму поставили этот страшный диагноз, опухоль мозга. Моя коллега Ольга Дубровская пару слов скажет, они общаются постоянно. Да, на самом деле Макс Воронин, это, конечно, ну вы знаете, вот мы когда сразу после Нового года узнали об этом, это то, о чем Мелани говорила в самом начале, мы одна семья, для нас нет коллег по часу пик или по часу пик субботи по телекомпании, это все одна семья. И когда мы все узнали, мы, конечно, ну это такие же чувства, как если бы это был твой родственник, близкий родственник. У Максима опухоль мозга, узнал он об этом 31 декабря, и он удивительный человек, он талантливейший журналист. Это человек с таким чувством юмора, которому, в общем-то, можно только позавидовать. И мне кажется, что именно вот это отношение к жизни и его удивительность совершенно жены, оно помогает им сохранять, ну я не знаю, бодрость духа, вот такое, которое вообще, ну это уму непостижимо, что они делают. Я хочу сказать, это есть группа в фейсбуке, которая называется «Вместе с Максом», а есть круглосуточный такой чат, кто знает, ну кто пользуется фейсбуком, знает. Так вот, штаб по спасению нашего друга, нашего коллеги Макса Воронина работает прям круглосуточно. Это Москва, это Берлин, это Томск, это кто-то что-то узнает в Японии, кто-то что-то в Штатах. И, в общем-то, мы просто очень надеемся, что Макс выздоровеет, что он еще приедет к нам сюда. Я, правда, не знаю, что будет тогда с телекомпанией, но в смысле все понятно. Но, тем не менее, мы очень верим в его выздоровление. Для нас Макс это родной человек, и мы все вместе, вот у нас вот такой куб стоит на первом этаже нашей телекомпании, и мы затеяли сбор средств здесь, в Томске, потому что мы очень-очень-очень верим, что Макс поправится. И мы верим, что мы можем ему помочь всем миром. Вот это обыкновенное чудо, оно нас этому научило. Можно помочь всем миром одному человеку. И мы надеемся, что это будет Макс. Мы вместе с Максом, как называется группа, и это наши такие чувства ни на минуту, ни на секунду, несмотря на всю эту ситуацию с телекомпанией, которая есть, мы об этом не забываем. Еще раз, Макс, держись, мы с тобой, мы прорвемся. Ну, а здесь у нас молодые коллеги наши. Мы тут начали вспоминать, у кого что, вот у Юли обломок космического корабля. У нас молодые девчонки работают, они чуть больше года назад пришли, но это неотъемлемая часть нашего коллектива, они просто как-то вот вросли сразу в наш коллектив. Мы их страшно любим, и несмотря на то, что они не так давно у нас работают, у каждого все равно уже есть своя история, своя байка, связанная с работой на ТВ-2. Дарья Тарасова с каким-то потрясающим чувством юмора, не перестаю этому удивляться. Это, я думаю, журналист с большим будущим, если получится работать в этой стране, в этой профессии. Даша, твоя история. Ну, да, я здесь работаю всего, мне посчастливилось работать здесь всего пока два года. Глядишь, вдруг и больше получится. Мы же не знаем наверняка. Вот, но я хочу вспомнить историю того, как я была еще маленькой, мне было 11 лет, телекомпания ТВ-2 тогда уже существовала, и здесь проходил праздник. Тогда не было марафонов на 1 июне, но здесь на 1 июне для всех детей, в том числе и успеваем, устраивали праздник. И всем детям раздарили подарки, в том числе и мне, я здесь была тогда в 11 лет. И вот один из подарков, это была книжечка 1 июня 2001 год, книжечка про ТВ-2 с подписями многих людей. Тогда это, то есть в 11 лет, тем более, для меня это мало что значило, но я была рада, что вообще там что-либо подарили, конечно же. А когда я совсем, знаете, честно, недавно нашла эту книжку, просто смотрю, что здесь подпись у людей, с которыми я работаю сейчас. Мне вот 24 года прошло, ну, почти 25, мне прошло 14 лет, а я с этими людьми сейчас работаю, мне посчастливилось. Вот запись от Юлии Корневой, от Корневой Юлии с любовью всем деткам. Вот, то есть с этим человеком я сейчас работаю, общаюсь как с равным коллегой. Еще в этой замечательной книжечке, то есть, конечно же, есть история телекомпании, обращение Аркадия Майо-офиса, интересная история телекомпании в датах до 2001 года. Сейчас бы хотелось, конечно, ее пополнить. И вот фотография, фотография тех людей, которые здесь работали тогда. Многих из этих людей я знаю сейчас. Некоторых, конечно, на этой телекомпании сейчас уже нет, но пришли новые люди, я тоже их знаю. И я очень рада, что... Вот тогда мне было 11 лет, я себе даже не представляла, что смогу влиться в такой сильный коллектив таких профессионалов, которые уже в то время были профессионалами, мне было всего 11 лет. И я считаю, что сегодня, безусловно, мы сделаем такую же фотографию, где уже буду я. Вот. И приятно вспоминать за те моменты, как мы сюда пришли, как мы здесь начали работать. Вот мы даже буквально на днях все это сидели здесь и вспоминали. Ну и, пожалуй, было бы неплохо сейчас послушать Юлию Бычкову, как она расскажет, за что она любит ТВ-2. Еще одна наша коллега Юлия Бычкова, сегодня ее нет с нами, но так получилось. Разные обстоятельства. Давайте посмотрим. Эти перчатки однажды согрели меня в морозный день. В прошлом году, 21 января, как раз когда стояли крещенские морозы, я поехала на съемку. В 8-м лице открывали мемориальную доску Сергею Белову. Для меня это была совершенно частная история. Мой папа всю свою жизнь посвятил баскетболу, а я все детство провела за просмотром соревнований и всегда болела за папину команду. Поэтому снять сюжет об этом для меня было важно. В тот день на улице был сильный мороз, а на съемку так уж повелось. Я всегда забываю взять перчатки. Операторы делятся со мной одной рукавицей, но тогда и у оператора Вовы Ощепкова этих самых перчаток не было. А микрофон у нас с железной ручкой. В минус 30 руки просто примерзают к ней. Я брала интервью у многих людей на той съемке. Руки постоянно мерзли. Я пыталась периодически их согревать, но не помогала. И только один человек остановил меня и дал свои перчатки. Они мне были совершенно не по размеру. Видите, какие большие, мужские. После интервью респондент так быстро исчез, что я не успела их вернуть. С тех пор эти перчатки со мной. Сергей Николаевич, спасибо вам. Так согрели они меня в тот день. Еще одна наша коллега, Людмила Рислинг, подающая надежды, прекрасная ведущая. Люда, помнишь, как пришла на ТВ-2 работать? Что вообще вспоминается сейчас? Ну, как я пришла, конечно, я это помню, никогда не забуду. Пришла я сюда на школу журналистики. И уже начала снимать сюжеты. Непосредственно пришла в Ньюсрум я в марте. По-моему, кажется, 17 марта. И первая моя самая съемка, это был большой сумбур. Кстати, недавно так вспоминала. Это, опять же, в рамках школы журналистики. Мы там сели в павильоне, пытались что-то там посмотреть, потрогать руками. Действительно, как-то это вживую. И Денис Певс стоял, и Виктор Мучник подошел. Видимо, что-то нужен был какой-то человек. И показали пальцем на меня, вытащили меня, привели. Здесь сидела Ольга Дубровская. Мне представили, вот, пожалуйста, продюсер. Вот, пожалуйста, это наш стажер, учится на школе журналистики. На. И такая у меня была дикая растерянность и паника. И что же дальше делать? Ольга мне дала список номеров телефонов. Тогда как раз уже весна была, текли у людей крыши. И нужно было всех обзвонить и узнать, действительно ли там крыши текут, и действительно ли все так плохо, или, ну, как бы не очень. И съехать туда не обязательно стоит. В общем, обзвонили. Отправили меня на съемку, дали мне оператора Александра Сокалова. Жутко было страшно. Но в итоге большое спасибо оператору, который из меня практически сделал всю работу, разговаривал с людьми, сам снимал, знал, что нужно делать. Позже, когда я сюда пришла уже, привернули со съемки. Все это долго отсматривалось, все это долго делалось. С красными глазами, покрывалось красными пятнами от нервов от волнения. Но в итоге этот сюжет вышел. И я сидела в 7 часов, его сначала смотрела, а потом еще сидела здесь допоздна, до половины девятого. Да, до половины девятого. Чтобы посмотреть еще раз. Очень сильно гордилась, хотя было страшно. Через месяц, 17 апреля, меня уже сюда официально трудоустроили. Ну а в конце года, где-то осенью, я уже стала себя проводить в роли ведущей. Как раз ты, мол, меня этому непосредственно и учила. И вот это тоже первое слое эфиры, я никогда не забуду, как я захлебывалась. Дико волновалась, утряслось. Ты мне в ухо кричала, дыши, дыши, дыши. Я пыталась дышать и с горем пополам этот 15-минутный выпуск провела. Это, на самом деле, колоссальный опыт и очень необычный. И я благодарна большое, всем очень благодарна за этот опыт и за ту практику, которую я здесь получила. Спасибо, Люда. А Клавдия, еще один наш молодой сотрудник. Клавдия, тебе слово, как любителю слова. И кто, как не ты, учит здесь, в том числе всех, как нужно правильно писать, выражаться красиво, но несложно. Ну да, вот поэтому в связи с этим есть байка про филологическое мещанство. Потому что однажды я в очередной раз услышала в каком-то из сюжетов у коллег, как они про большого дяденьку сказали, что он кушает. А есть такое правило в русском языке, литературном, что кушать могут только дети до трех лет. Все остальное ест. В смысле, все остальные едят. И вот я об этом очень долго рассказывала вот это правило, вспоминала, ссылалась на кого-то. А потом закончила, что ребята, так, мол, так, когда вы так делаете, то это все называется филологическим мещанством. Теперь, когда в моих текстах бывают вот такие плетения словес, то мне всегда говорят, Клавдио филологическое мещанство. Вот Андрей Мурашов мне машет и грозит. Да, еще один любитель слова, русского слова и правильных ударений в нашей редакции. Если мы не знаем, как правильно поставить ударение в том или ином слове, мы, конечно, сразу бежим к Андрею Мурашову. Он у нас спец. На самом деле, уже все все выучили. На самом деле, мы иногда с Андреем спорим, лезем в словарь. И иногда бывает очень приятно победить спор у Мастадонта Мурашова, на самом деле. Ну вот. И у нас очень часто в текстах бывают разные всякие смешные моменты. Мы их в последнее время не записываем. А вот моя коллега Ольга... Подожди, прежде чем мы перейдем к этому сюжету, я хочу сказать, смешные моменты действительно бывают. Не так давно вот такая была у нас история с Клавдией. Клавдия пишет сюжет, написала и говорит, Мелани, почитай, чтобы идти на монтаж. Я читаю и падаю со стула. И, значит, вслух в редакции произношу. Послушайте, что написала Клавдия. Написала она следующее. До этого времени водители транспортного цеха общались с пустотой. Они писали губернатору. Я говорю, Клавдия, ну так же нельзя. Мы там поправили текст, сделали его более корректным. Она пошла на монтаж. Потом приходит наш главный редактор Виктор Мучник. Говорю это потому, что уже последний эфир на канале ТВ-2 приходит главный редактор Виктор Мучник. И я ему читаю, чтобы просто его развеселить немножко. Иногда мы так делаем. И читаю ему этот текст. И он говорит, ты что, ты поправила? Я говорю, да. Вот все-таки не вышибите, говорит, из вас вот это. Пусть бы оставался такой текст. Чего теперь терять-то нам уже? Ну да, да. А сейчас мы хотим вам рассказать о книге, в которой собраны все вот такие перлы от моих коллег за 20 лет существования телекомпании. Ольга Юрьева их заботливо все сохранила, записала. И вот сейчас, я думаю, можно будет посмотреть все сокровища. Это специальная книга. Я начала ее вести много лет назад. Вся телекомпания знает, что она есть. И надо честно признаться, люди стараются сюда попасть. Хотя, может быть, сначала это как-то выглядело по-другому. Ну вот, например, одна из первых наших ведущих. Внешние воды уже отошли, говорит ведущая. Или, например, анонсы, которые мы с таким вот энтузиазмом придумывали. Мальчик с полутораметровым бивнем жил на Чулыме. Простите меня, это просто мамонтенки, которого нашли там где-то в берегу Чулыма. Или вот, например, я. Данная информация наверняка будет интересна как руководителям, так и честным труженикам этих отраслей. Уж очень я не люблю простых и рядовых тружеников. Но вот синоним нашелся такой немножко фаидистский. Стажеры – это отдельная тема. И это знаменитая фраза Ивана Грозного, говорит стажер, демонстрируя глубокое знание русской истории и литературы. Фраза Ивана Грозного – я тебя породил, я тебя и убью. Филологи пусть ее простят. Есть еще, знаете, отдельный раздел. Давайте вот мы, например, вот так его откроем. Специально был записан с другой стороны. Раздел «Чиновники». С чиновниками все очень сложно. Они, с одной стороны, всего опасаются, а с другой стороны, именно поэтому говорят такие вещи, которых бы никогда в разговоре по-человечески не сказали. Ну, например, депутаты, когда принимают, должны сообщать, где источник. Ничего страшного, просто речь идет о бюджете. Все совершенно в порядке. И, в общем, знаете, это идиотизм, но мы это делаем. Сказал один из чиновников. Ну, в общем, мы тоже иногда так делали. И самое главное – уметь улыбнуться над собой. И тогда у нас еще есть будущее. Ну, и сейчас мы зайдем в небольшую коморку. Есть у нас такая – это коморка человека, который ездит довольно часто в экспедиции. Всем известный Алексей Багаев. Леша, что вспоминается сегодня? Вспоминается многое, конечно. Но вот одна история, наверное, особенно так впечатлила меня во время многочисленных странств. Это был 97-й год. И вот во время одной из экспедиций я испытывал настоящие панические настроения во мне были. Я испытывал фактический ужас. Почему? Потому что это был поход по центральному Кадару. Это вот здесь, очень далеко. И передвигаться нам надо было на лыжах. А ни до того, ни после того я на лыжах ни на каких, ни на беговых, ни на спортивных, ни на охотничьих не ходил. И мой коллега и добрый товарищ Денис Бевс тогда дал мне сразу кличку Пастор Шлак. Если помните, был такой персонаж в фильме «17 мгновений весны». И вот Штирлиц с тревогой наблюдал, как этот священнослужитель-антифашист уходил через горный перевал на лыжах, на которых тоже никогда не стоял. Но мои мучения быстро кончились. Я прошел примерно километр. А потом понял, что снега не так много, и, в принципе, ногами я буду передвигаться гораздо быстрее. И наша экспедиция тогда достигла своей главной цели. Мы пришли в стойбище настоящих оленных людей. Это семья эвенков, которые сохранили свои обычаи, традиции, язык. И они занимались своим исконным промыслом, то есть оленями, охотой, рыбалкой. И это были чудеснейшие люди. Вот одно из самых сильных экспедиционных впечатлений. Тогда Наташа и Егор Мальчикитов подарили мне вот этот эвенкийский кумалан. Это коврик. Здесь нет каких-то богатых орнаментов. Это очень такие минималистические настроения. Это из шкуры оленя, белого, черного, такого коричневого. А вот этот предмет — это своеобразные счеты. То есть Наташа вела подсчет по голове своего стада. Это купированные оленьи ушки. Ну, вот как четки, но на самом деле это счеты или калькулятор. Так получилось, что Наташа и Егор, они трагически ушли из жизни. Но вот эти вещи, они просто передают тепло этих людей, тепло их души. И, конечно же, сохраняют память о Наташе и Егоре. И я думаю, что мы сейчас этот сюжет увидим. Тихо! Да, по Кадарским горным тропам на оленем караване. Непередаваемые ощущения, просто здорово. Я всех оленей люблю. У меня плохих нету. Если я их люблю, зачем они меня должны любить? Они не должны, они обязаны. А лени, это моя жизнь. Без оленей я куда-то одиннадцать. Ну вот заканчивается наш прощальный сегодняшний эфир. Подходит к концу история телекомпании ТВ-2 в том привычном всем виде. Мы надеемся, что вот из сегодняшних рассказов, которые прозвучали в эфире, вы убедились, что ТВ-2 для нас всех, и это еще не все, многие за кадром, многие не смогли сегодня прийти. Для всех нас телекомпания ТВ-2 это была не просто работа, это была жизнь со всеми ее радостями, проблемами, горестями. И все эти проблемы, горести и радости мы делили все вместе. Делились ими с вами, точно так же, как мы все эти годы делились вместе с вами любовью к нашему общему городу Томску. Ну и сегодня телекомпания ТВ-2 так получается, а не по нашей воле. Сегодня телекомпания ТВ-2 становится историей, становится историей этого города. Но это была хорошая история, и нам в этой истории было приятно оказаться. Мы старались работать для вас, для наших зрителей всегда максимально честно. Мы старались работать максимально объективно. Мы очень хотели, чтобы вы нам доверяли. И как нам кажется, у нас это получалось. И вся эта история, извини, Мэла, уточню, наверное, это действительно так. Вся эта история не только наша, это наша с вами история. И тех, кто был с нами, и тех, кто, получается, еще не был, но родится в этом городе, потому что нельзя смотреть в прошлое и не видя будущего. То есть понятно, что те, кто родится в этом городе после, они тоже будут знать и эту часть истории Томска, когда в городе была телекомпания ТВ-2, которая работала для вас. Поверьте, мы любим вас, мы любим этот город. И мы, все мы, столько людей, мы никуда из этого города не деваемся. Просто закончилась вот эта страница, чего мы не хотели, и я знаю, многие люди не хотели тоже. И вот переворачивая эту страницу, нам остается сказать только одно. До свидания, до встречи, любимый город. До свидания, город. Луна убывает, такое бывает. Я иду встречся, меня убивают, и земли стреляют. В левую мышцу и не попадают, что тоже бывает. Спит и прицелы, а я улыбаюсь, живу и не стараюсь. Четырнадцать целых лет. До свидания, мой любимый город. Я почти попала в хроники твои. Ожидания, самый скучный повод. Нам с тобой так мало, надо для двоих. До свидания. Все, что мы делали, мы делали с любовью к вам, наши зрители, с любовью к своему городу и с любовью к своей стране. Возвращение к своему городу и с любовью к своему городу. Это вот как объяснить, что такое воздух, чтобы понять, что надо задохнуться. То есть, когда ты поймешь, что такое воздух для тебя. До свидания, мой любимый город. Я почти попала в хроники твои. Ожидания, самый скучный повод. Нам с тобой так мало, надо для двоих. ТВ-2, наверное, для Томска это ребенок, которого этот Томск, по сути, взрастил. Я бы хотел тоже поблагодарить Томича. Потому что вы сделали нашу смерть, или делаете нашу смерть осмысленной. Мы не просто так все эти годы существовали. Телекомпания ТВ-2 это моя личная история. И это история в том числе и нашего города. Спасибо. До свидания, мой любимый город. Я почти попала в хроники твои. Ожидания, самый скучный повод. Нам с тобой так мало, надо для двоих. Нам бы очень хотелось, чтобы наш любимый Томск запомнил нас, если не веселыми, то не сломленными. И как бы все не повернулось дальше, ТВ-2 это уже история Томска. Того Томска, который все мы любим и ценим. До свидания. Спасибо. Спасибо, Томска, мы тебя любим. Спасибо. 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 Спасибо.